Очередь Сил Света запрещать героя. Очередь Сил Света запрещать героя. Очередь Сил Света выбирать героя. Очередь Сил Света выбирать героя. Очередь Сил Света запрещать героя. Очередь Сил Света выбирать героя. Очередь Сил Света. Очередь Света. Продолжение следует... Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, у нас, судя по всему, все повторяется. Я, кажется, вижу драфты и понимаю, что это похоже на повтор. А вроде бы должна быть вторая какая-то оригинальная карта. Ну ладно, дальше посмотрим. Друзья, QuintiCrew в бизнес со Shades. У нас плей-офф начался только сегодня. С первой потрясающей просто игрой 80 минут плюс. Комментирует для вас все это дело сегодня ночью. Морталис и Адекват, Дим. Ну как, отдохнул немножко после первой карты? Какие теперь впечатления, ощущения, мысли? Я немного отдохнул после первой, но я не выдержу еще одну такую же вторую. Если они повторят пики и покажут там что-то похожее. Ну благо, Death Profit уже нет. Уже радует. У нас как минимум Death Profit и Shadow Demon выпадают из этого драфта. Death Profit там сыграл одну из ключевых ролей. Некрофос уходит также в бан. Намек на какого-нибудь героя толстенького, да? По типу, на кого? Драгонайт в бане. Для кого? Можно пока представить. В смысле, ты думаешь, бан Shadow Demon, Некрофос против конкретно какого-то персонажа? Ну, по крайней мере, Некор. Мне кажется, может быть. Я не помню просто, чтобы Бей много с Некром играли по ходу турнира. Может быть, Хускар какой-то, да? Который боится и ШД Некрофоса. Осталось 5 секунд. Опять эксперименты. Ну, бан на это намекает. Мы сейчас показали не только нам, но и самим себе, что эксперименты у них сегодня могут работать не лучшим образом. Ну, знаешь, победа... Счет какой на табло? 1-0. Все. Какие вопросы? Работает. Победили-победили. Все нормально. Продолжаем экспериментировать, пока не проиграем. Слушай, может быть, просто уже надоел я, Вар, играть на этом гирокоптере из карты в карту. Он говорит, дай бахну на Наги. Пошел, бахнул на Наги. Осталось 5 секунд. Очередь сил тьмы выбирать. Гирокоптер забанен. Все-таки придется что-то брать. Альтернативное. Лич. Выходит в пик команде BA. Но теперь без связки с Shadow Demon. Хотя не сказал бы, чтобы предыдущая связка прям здорово работала. Там Мирана скорее всю карту занималась тем, что отстреливала крипов Чена. Чему, безусловно, не очень ты рад был MSS. Ну, кстати, к Винтекарю могут опять переиграть соперника. Поставить Чена теперь на пятерку для SVG. Почему нет, да? Взять другую тройку. Звучит как план. Я жду не инвокера теперь от CCNC. Я думаю, что сыграет он на каком-то другом. Ты надеешься? Я очень надеюсь, да. Ты не думаешь, что надеешься? Двух его сигнатурных спиритов банят. Вообще хорошо к банам подготовились BA. Два спирита плюс гирокоптер. Ну и дальше просто закрепляем это дело метовым котлом, который сейчас в бане повсеместно. Да. Вот и я, Вар, выглянул на Рейс Кинге. Ну, в целом, идейно, да. То есть, арена плюс фросшилд. Они имеют большой кулдаун. Я имею в виду, дважды за драку их применить будет трудно. Поэтому Рейс Кинг один раз все впитает, воскреснет. И потом уже можно будет... Там, возможно, намек был от BA на этого героя. Они-то с ним любят, наоборот, поиграть. Думаешь, своровали просто? Вполне могли, да. Они же как раз с ВК и переигрывали к Винсекрю. Помнишь, до этого они когда сражались... Там Вайпер, Вайпер, Рейс Кинг. Да, но там до этого было три карты противостояния этих команд в другой игре, на другом турнире, где они трижды брали Рейс Кинга, и все три карты он побеждал. То есть, возможно, это тоже история, которая могла повториться и здесь. Ну ладно, Рейс Кинг, герой универсальный достаточно, можно брать и так, даже путем воровства, если изначально двигать не хотели. Может, иллюзионист какой-то опять, только теперь от BA. Пэл. Самим нагу взять? Пэл. Ну или антимаг там, может быть, всплывет. С мантой будет выжигать. Ну, под леча можно и активно что-то взять, Рейки Сларк. Инвокер. Так, теперь, конечно, готов Найн показать, на что он способен. Тут Темпларка очень хорошо выглядит для Квинси Крю. Да, Темпларка мне нравится. Лина, Темпларка, что-нибудь активное для Квина. Выиграть центр против Инвокера, задушить его. Темпларк один из лучших его героев раньше был, по крайней мере. В последнее время нечасто его показывает, но саппортов убивают с двух тычек. В арене Марса какое-то время живет под рефракшеном, затем БКБ появится. С Инвокером великолепно стоит на линии, ускоряется по темпу. И с Ченом, с ВК, с Темпларкой сильными можно задавить. А ВК будет еще и запасным планом, если что, если вдруг где-то не получится. Да, это хорошо. Тогда надо иллюзионист оба. Это надежно. Это надежно, это очень надежно. Ластпик опять UBA, вторую карту подряд. Очередь сил света запрещать героя. Темплар, ассасин. Читалось элементарно вообще. Герой такой. Надежно, надежно. Очень надежно. И закрыть придется каким-то мощным керри Би Эй. Но я жду что-то по типу ПЛ реально. ПЛ, Нага, два героя, да, которые могут быть вполне устойчивы. У них очень много ловкости, соответственно, много будет брони. Их тяжело будет физикой пробить и рискидывать топларки. Плюс, опять-таки, окружая иллюзиями, рефракшен выбивается быстро. Топларку можно будет убивать. До поры до времени можно будет разбираться с ультимейтом ВК на диффузах. Одних лишь. Хотя инвокер ману выжигает тоже. Но это ненадежно. Инвокер будет сильно бесить. Очень сильно будет бесить в браках. Интересно, Чен, да? Третья позиция в итоге или пятерка? Судя по тому, что банят бэтрайдера, предполагают, что пятерка. Ну, МСС может бахнуть еще разок, да? По идее. Может. Сейчас посмотрят, в зависимости от... А, ну кого? Они же первыми, да? Да, да, да. Ласпик убей. Бей будут знать, кто куда пойдет. Но сами они не то, чтобы могут по линиям как-то вольно расставляться. У них все равно выбор только керри. Только на легкую линию. Других вариантов у них, в принципе, нет. Таким пиком. Антимага. Испугались антимага. Ну, чтобы в лейт игра не перешла. Думаю, что с иллюзионистами как-то плюс-минус справятся. Ну, Рейс Кинг там до 20-го доживет. При артефактах там, конечно, и с лансером, и с... Он Радианс наверняка копит себе. Да, да, да. Он сможет подраться. Татарка поможет с БКБшка сколько-то. Можно на всякий случай против иллюзионистов сейчас еще какого-то крепкого оффлейнера взять. Который будет эти иллюзии хорошо... Легионка, допустим, да? Андерлорда. Андерлорд, Легионка. Легионка жадновато, конечно, получится. Очень жадно, да. Тут три героя леса занимать будут. Санкинг не жадновато. Хорошо, хорошо. Против иллюзии не жадный персонаж. Отличное решение, Квинс и Крю. Они себя защищают от возможного появления Наги и лансера. Так, ну и давай, мудрейший Фир. Поняв все это, что поняли и мы, и команда Квинс и Крю. Нужно качественную героя взять. Осталось 10 секунд. Ну, на Рикки я бы тут не хотел играть. Осталось 5 секунд. Точно. Лансер Нага все еще можно, но уже опасно. Уже законтрили немножко. В темп не попасть можно очень сильно. Какие у нас еще альтернативные варианты? Урса плохо, наверное, да? Раскайтит. Опять-таки у Рискинга две жизни, а инрейдж у тебя один. Такой непростой выбор. Прям чувствую, что выбор-то непростой. Либо макак какой-нибудь. Вот так себе, да. Может что-нибудь активное такое взять, что не будет долго фармить, пойдет драться нон-стоп. Бристлбэк тоже здесь не очень заходит. Бристлбэк, Бристлбэк. Ну, сколько-то против Сумонов Чена неплохо вроде. Тут просто не подходит какой-нибудь Ликан в концепцию вообще драфта. Ну, только надеяться на сноубол. То, что вот игра прям пойдет сначала. Все получится. Все стрелы... Вот как она должна идти сначала, если Темплар Ассасин инвокеру не должна проигрывать. Тут только Ланая может обеспечить. Кэрри Слардар. Ну, типа да. Но мне кажется, это просто от безысходности. Они ничего лучше не придумали. Какая идея в Кэрри Слардаре? Но он устойчивый достаточно. Он может армор понижать, быстрее убивать соперника. На линии, наверное, не просядет, да, против Санкинга. Санкинг Личи там... Ну, Слардар Личи это сильная линия. Очень сильная линия. Это линия с потенциалом, да, просто убивать, убивать, убивать. Санкинг Гуни сладко придется. Ну, я не думаю, что Слардар спас игру. По пику. Помнишь, МВП Феникс когда-то спамили этого Слардара на Кэрри? Несколько лет назад. Прямо нотстоп его брали. Это Бейбиги Дота от них была. Здесь тоже нон-стоп драки от Биэй. Бесконечные просто. У них из больших кулдаунов важных это только арена. И то там со второго уровня сколько, 75 секунд? Это совсем не та цифра. Снизу эпицентр подольше. Первые перерождения ВК тоже подольше. У Чена тоже подольше. Знаешь, что я еще подумал? Что они брали такого универсального героя, чтобы забирать Рошана. Вот сейчас с Слардаром у них Рошан Дэмэдж появился. Потому что до этого у них его вообще не было. Они Рошана вообще убить не могли. В чем проблема была предыдущего пика команды Биэй? Они же, ну, то есть объективная игра шла на равных, но они отдали 6 Рошанов. Ну, вы не имеете права выиграть Дота, если вы отдали 6 Рошанов. У них не было Рошан Дэмэджа. Дэс Профит или Шак Рошана не убивают быстро. А тут Слардар появляется. Слардаром такой вариант уже подходит. Мне кажется, что еще ты, знаешь, выбор Слардара – это своеобразная отсылка к первой карте. Ну, Квинти Крю мне нравится больше. Anyway. Давай коэффициенты посмотрим. Давай. Что там наш партнер приматч предлагает? Потому что драфты достаточно любопытные. Именно здесь опять разрыв, я вижу. В пользу Квинти Крю. На 1.37 на Квинти Крю. 2.95 на Биэй сейчас не особо в них верят. Это на карту, друзья. Ну, на матч там, понятно, должно быть прям супер-супер большой разрыв. 1.07 на Квинти Крю. 7.5 на то, что Биэй мало того, что камбэкнут и выиграют эту карту, еще и выиграют целую серию. 7.5. Поверить в это, конечно, очень тяжело. Но вполне реально. Опять-таки, есть чем цепляться. Биэй, команда, которая... Ну, вот как-то все-таки одна из немногих здесь, в этом турнире, которую Квинти Крю карты отжимала. Одна из двух, я бы сказал, даже. А, одна из трех. Крэйди тоже карту отжимала. Квинти Крю. Клауда, получается, да. Клауда, Биэй и Крэйди. Три команды, которые смогли по карте отжимать. Ну, в этом был 3-пока, 1-0 в пользу именно Квинти Крю. Посмотрим, что произойдет по линиям расстановка. Если я не ошибаюсь, всегда, всегда, если Квинти Крю выигрывали первую, то они выигрывали серию 2-0. Если проигрывали первую, то камбэкали уже, получается, в серии, да. А здесь они проиграли, выиграли, вернее, именно первую. То есть они ни разу не проигрывали, выигрывая первую карту. Ну, это подходит именно к этому турниру, друзья. Только в рамках данного турнира. Конечно, конечно. Трипла в хард. Вот Квинти Крю. Я вар пошел в хард. Если МСС отстоит как-то там, то это хороший способ загнобить, кстати, Слардара. Потому что, очевидно, Слардар лично 2 на 2 здесь переиграют любое дабло. А вот 3 на 2 уже тяжело, да? Угу. Получается. Раньше работали на CCNC, но здесь CCNC на Templar Q уж, наверное, и сам справится. А вот Явару стоит помочь вначале. Бивер точно уверен, что он может драться? Я не уверен в том, что Бивер уверен. Ладно, отходит. Хорошо, через лес убежал. Пытается мешать активному фармить. Рейс Кинг там что-то подобивал. Надо донать Крипчика. Слардар в итоге оставили под баш. Окей. Так, ну мы говорили о том, что в центре Квин сейчас выиграет линию. Правильно? Говорили? Говорили. 6-0 пока, 2-1. Будем смотреть, как он выигрывает. Наверное, сейчас должен продемонстрировать скиллуху Квина на инвокере. Или, может быть, даже лучше. Отыграть. Ну, там парка вот уже без хп осталась. Фэрифайр использовала. Но старается крипов не уходить, понимая прекрасно, что сейчас выжидая где-то под вышкой, инвокер будет камбэкать. А это не в стиле темпларки в центре. Она не должна позволять инвокеру камбэкать на линию. Пусть лес фармит. Ну, 2-1. 9-9 все-таки продемонстрировал нам. Это уже неплохо. Опа. Как там дабла против триплы? Что мы там говорили? Может быть, дабла сильнее, чем триплы, получается? Чем трипла? Не понял, как русский гумер немножко не в ту сторону смотрел. Смотрел за центром. В центре квин! Так, это было без стрелы, правильно? Не попала же стрела. Не уверен. Аэро кулдаун. Так, друзья, эта карта, возможно, будет очень веселой. Возможно. Трипла проигрывает дабле. Значит, инвокер убивает темпларку в центре. Ага. МСС на верху против Марса не фармит у Марса 12 на 8. У Санкинга 3. Крипчика. Что-то, кажется, пошло не так. Весь свой запас скилухи ребята из Квинсикры, походу, в первый, да, отдали? Так, ну здесь попытка напасть на Мо. Шелдом еле-еле его ковыряют. Ну, доживают. Трипла не справилась. Тут Явару просто надо получить вещи, с которыми он влез, может идти. Аналогичный геймплей, как и на Наги. Стрела! Ой, хорошо. Сноубол засейвить из-под стрелы. На крипа делается сноубол. Неплохо, можно убести. Ну и Слордар как-то не подошел, не застанил. Видимо, не знал, куда полетит. Слушай, ну а как к ним подошел, не застанил? Там сноубол. Ну, после сноубола он должен был прочитать момент и встать туда. Стрела мимо. Ну, три в три здесь наоборот уже у Радианта лучше стрипла. Пока у Чена нет крипов. Слушай, ну Слордар вообще не фармит. Ему, конечно, сделал один ассист, но у него всего пять крипов. Вообще не фармит. Раскинг 18. Тяжело. Это и Свиджи молодец. Он прям гоняет его. Лучше, чем Лич. В центре, несмотря на смерть, Квин просто с левелом начинает снова переигрывать инвокера. Это Темплар Ассасин. Темплар Ассасин еще и потом будет золотые выносить в четыре раза быстрее, чем инвокер. Слушай, ну да, окей, по крипам лучше. Так это плевать, инвокер вам фраг сделать, мне кажется. Он как бы все. Он на этой линии может уже руки за голову вот так вот поставить. Сказать, я бы я батя. Ты можешь все добивать, я тебя убил. Как бы я по надпору сужок. Но ты знаешь, это не ситуация из-за разряда, когда Темпларка инвокера на пятой минуте на тысячу голды обходит. С другой стороны, это Темплар Ассасин. Ей вот тоже даже две смерти не особо сильно помешает. Этот герой все равно будет иметь рано или поздно первый нетворс, скорее всего. А сейчас еще и пошел за инвокером. На подвышку страшно, там все косты есть у Найна, а тут еще и мус подходит. Рефракшна нет, торнадо, колд снэп, стрела. Могут убить, стрела классная. Все, гг. Видит, рефракшн через секунду не успел откатиться. Вот так вот. Нетворс у инвокера выше, чем у Темпларки на сотку. Сенткинг на топе в соло от МССа умирает. Начало очень тяжелый, Квинти Крым. Они сейчас еще и баунти не контролят. Только одну забрали, три будет за коллектива, за коллективом Биэй. Нафира нападение, сноффбол, все закинули. Там стрела в спину и Ченн убил. Афир? Афир все-таки погиб. Размен, конечно, состоялся, но опять-таки. Мусс сейчас пойдет баунти, надо забрать. Да, забираем баунти. Бракс тоже собрал. Три баунти. Ну, такая крепкая тысяча преимущества, на самом деле. У Сенткинга просто, просто очень плохо все. Что будет делать МСС, я не знаю. Он четвертый уровень, придет к Марсу, где линия запущена. Марс шестого, если что. Сейчас Сенткинг где-то выглянет, просто получит арену, копье и умрет. Вот, тотально проигранная линия с Сенткингом. Даже я, честно говоря, в шоке, что именно так происходит. Я, конечно, понимаю, что Марс хороший лейнер, но чтобы Сенткинг настолько сильно проиграл линию, это нонсенс. Кстати, второй или третий раз всего вижу такую дуэль, соло на соло, и всегда Марс выигрывал с Кам. Во всех играх, что смотрел. Для меня это первый раз. Один раз в Китае такое видел, недели три назад. Ну, выиграл, в смысле, прям убивал на четвертом левеле. Да, тоже убил один раз там Марс. Затем просто очень сильно по фарму оторвался. Они стояли все время один на один. Там что пассивка, что Сентшторм. Копал. Еще и Песок в один, видишь, в чем беда. Так бы хоть как-то спрятался, крипов добивал, если бы Максил. Слушай, ну Марс... Так, конечно, не получится. Марс Фиш себе заранее Сентри принес, поэтому если будет Песок, будет Сентри. Таск приходит. Ну, а что они ему сделают вдвоем? Они увидели. Копают. Сказа, здоровья не осталось практически. Он уже не нападет. Ему самому теперь нужно о себе думать. Быстрые фейзы. Камбэк также с Лордар. Да, быстрые фейзы, но без Сол Ринга. Причем отвод еще делает Бракс. Маны ему, в принципе, видимо, на линии хватает. Да, все прекрасно. Четвертый эндворс. Ну, Рейс Кинг Стемпларка держится, конечно. Стемпларка там пытается через лес сейчас камбэкать. Стемпларка камбэчит против инвокера, конечно. Звучит очень жутко. Ну, пока ладно. Может быть, конечно, прям не то чтобы катастрофа для Квинс и Крю, но по фрагам стартует Бей бодро. Справедливости ради, на прошлой карте такая же ситуация была. И очень долго перевели там в пару тысяч. Там тоже преимущество. Тысяча, две тысячи, две... Туда-сюда прыгало. Курьер сил тьмы был убит. Курьер это свежи подрезан. Мус, мус, стыла работает вообще сейчас. Последние минуты 3-4. Просто оттуда стрелы летят. Там баунти контролят. Сейчас центри какой-то поставят. Девардит точку. Хорошо играет мусс в агрессивную такую Мирану. В общем, не сказать, что она бесполезна. Да, вот он умеет на ней катать. Он понимает, что нужно делать. Впоследствии... Ну да, член сейчас, допустим, не тройка, а пятерка. Но все равно от тех же самых крипов он будет стрелой. Убивать. Базилиус есть. Мана регенится. Не стесняется, стрелы используются на нейтральной кэмпе. Поднимает левел. Тоже левел третий. Если Джи приходит, хочет крипа взять. Тут Мирана встречать не позволяет. Найн уже с урной. Конечно же, ВС. Левел 8. Темпларка тоже левел 8. Нафармливает ПТ себе Квин. Ну, выходит на первую строчку по Нетворсу. Но инвокер прям строго за ним. Фаст дезолятора, фаст блинка от Клина мы ожидать уже не будем с 0-2-0 статистикой. Как-то вот никто и не работает, я вижу, в плане стаков, да, тоже под героя. Их просто нет. Какие-то свапы линиями. Просто линии покинули пока. Сенкинга при суммоне или используют смок. Шестой уровень. Замечается какой-то ранний ганг. Ну, пока вот они собираются на этот самый ганг. Во-первых, в центре сейчас нападение на топларку. Оно ворачивается от стрелы. Лишается, правда, маны. Подтягивается Фир. А тут Анайна. Опа, не ожидал. А есть просветить? Ставит сентрик. Подкоп шикарно. Это ПСС. Лордар, правда, пришел. Может быть, что-то и получится. Там еще арена от Марса. Здорово. Квин начинает избивать. Квин еле живой. Квин погибает. 2 в 1 пока что. Но это не конец погибнет. И SVG. Не знаю, кому это больше на руку, потому что все это время фармил Явар. Явару на руку. Явару, да. На размен. Плюс по деньгам. Не для кого. Моу седьмого уровня. С Яваром пятого. Коррозив Хейз повесил. Ну да, в лес пора уходить. Перчатка, фейзы, стики. Это стандартный запак на Рейскинге. Уходить в лес. Фармить вторым Мортал Страйк. То, что нужно. На Бивера в центре атака. Стрелу удают. Сноуболом доджат. Бивер, красавчик. Шарты на развороте, правда, неаккуратные. Грустный тромбон. Ну, главное, что сам выжил, наверное, в этой ситуации. Хотя, если бы он очень контр-инициировал здорового инвокера, было бы прям совсем прекрасно. Марс снова на готове. В этот раз без арены. Очень хотят в миде что-то придумать. Может быть, даже вышку запушить. Но это долго будут делать. Так, а там Катапульта сейчас подъедет. Десятая минута. По две баунти, конечно, забирают ребята. Аванпосты. Да, аванпосты. Аванпосты, товарищ коллега. Ударение. О, да. Спасибо, коллега. Аванпосты были под контролем Radiant XP, поэтому они получили. Дайер без экспириенс. Но это отразится, конечно, на таске, вот, на Ченю, четвертый уровень. Книжку получит кто-то один из них. А второй долго не сможет порадовать нас своим мультимейтом. Нижнюю башню сил света атакуют. Ну, и с другой стороны, хотя, с другой стороны, там девятый, девятый, восьмой есть уровень. По лавелам, конечно, тут пропасть. По три тысячи выигрывают B.A. сейчас по XP. Сноубол из-под ЕМП. Опять-таки, Бивер здорово играет. Шарды. Вышку в центре отдавать не хотят. Ну, вот четыре на пять, как-то, да, защищаются ребята из Quincy Crew. Тяжеловато, но справляются, вроде, более-менее. Пока фармит Ray's King. И это очень важно. 1200 колды и далекий путь в рейдинг. МСС с пол-ХП. А, он просто песок ставит. Блинка сильно не хватает. Сейчас как ворвался с эпицентром. Я вот думаю, а точно ли рейдинг делает то, что надо делать сейчас? Ну, что никто не фармит. Тут у них экономика, вижу, спадает немножко преимущество. Там два телепорта вниз. Явара сейчас наказывать будут. У него седьмой левел и скиллпоинта нет. Тогда умирать. Стики спасают. А продолжить не хотим? А, на развороте сейчас продолжит. Вот сейчас на перехвате Бивер будет работать. Трэп замедление, инвокер прячется. Просветка есть кого? В инвокер или лучше в МАРС? Слышали, МАРС туда открытывал. Синий заблокар. Ради МАРС там нетворс имеет очень хороший. Хотя это уже не важно. 200 голды получили немного. Инвокер, может быть, приятнее было забрать, но подумали, что, может быть, все равно не хватит. Там сложнее бы было. Он фулл хп был. Подальше. И все, я вар выжил. Пережил эту атаку. Довольно и счастливый, потому что вышку спушил. Из-за этого его не наказали. Ну, порс поднимается уже до отметки 2000 лишних голды. И потихоньку фармит. Да, вот Рэддианты бились, бились. А вышку центральную не пробили эту вышку. В итоге оказалось, что надо было просто топ забирать. Его спокойно вообще отдают. Но забрал тавер. Слушай, делает себя гоним. Вот на ранней драке, на то, чтобы одновременно и быть фронтлейнером, и дэмэдж-дилером. Интересное решение. Ранние гонимы, это интересно. МСС. Да, как-то вот Нотвор все еще оставляет желать лучшего, конечно. Но потихоньку до блинг-даггера надо добираться. Опять атака в центре. Торнадо, ЕМП по Санкингу четко. Выкапывается, но все равно без маны остается. Куда опасный Фир идет? Жестит, ловит камешек. Ну и что, вышку есть чем начать? Еще глиф имеется. Еще глиф. Аграр из Кинг фармит. Но в это время, правда... А, это Пларк фармит, прошу прощения. 2 ТП. Снизу Квин не ожидает. Фир здесь. Прост шилд, теперь Квин ожидает. ТП одно отменяется. И что, опять вышка не покорена оказалась? Да. Хотя бы Слардер в этот момент фармил. Не терял время, получается. Пол аганима готово. Не знаю, по мне... Ну, Слардера тяжело действительно будет взять. Но все еще возможно. То есть там защищается он от физики сильно. Что ему дает аганим? Там лун. Фир. Под атакой. Ты бил, через Крипа добил. Видно? Да, да, да. Забавно. В итоге Бивер тоже погиб. Копье впитал. Ранние аганим, конечно, на Слардере весело. Но... Это керри Слардар. Это дает выживаемость. Это дает, действительно, возможность продолжительные драки проводить. И чаще их проводить. Где урон-то брать? Он на 10-м левеле еще и правый талант взял. Считают, что Марсом и Инвокером пробьют. Пробьют. Проблема Марса в той игре всплыла, когда у него был великолепный старт, а затем он просто не фармил. У него не было возможности по-человечески фармить. И чем дальше, тем сложнее ему держаться на достойном уровне. И здесь такой Марс тоже может вполне быть. Как же они хотят эту вышку по центру. 17-й заход на вышку. Тембларка снизу просто тир-2 уже запушила. Она сейчас тир-3 начнет бить, пока не ломают тир-1 по миду. Ну, сломали наконец. МСС атака. МСС коррозив есть. МСС реагирует. Выкапывается в сторону своей тир-2. Не подставляется. Ну, не знаю. Тембларка топ-1. Рейс Кинг чувствует себя прекрасно. 3000 голды. Выходим в саккард понемножку. Ну, дав-давит. Пытаются бей-давить, конечно. Не знаю, сколько они побаиваются от этого ребята из Квинтик-Крю. По-моему, они вполне достойно от этого давления избавляются. Баунти руны. Ну, на этот раз Аванпост был под контролем 1 от команды Квинтик-Крю. Где баунти забрали? В.А., В.А. Мне кажется, такое ощущение, что бей как будто вот сами себя на счетчик посадили. Пытаются игру как-то вот, ну, вот уже выиграть к этой минуте. Прям давят в пятером. Рассчитывают на какие-то драки. То, что быстро все снесут. Не верят в то, что в будущем, наверное, будет лучше. Стрелань самая удачная залетела. Снова в центре нападения не самая удачная получила. Санкин, те времена, терпел на блинг. Потихоньку догоняет уже, кстати говоря, Марса. По фарму. И опять не получается легкая игра для Квинтик-Крю. Вспоминая цифры, вспоминая коэффициенты. Снова смотрю, париматч. По-прежнему фаворитом их на этой карте считают с огромным отрывом. 1.30 на 3.30. Да. Друзья, вы, кстати, не забывайте, что баннер есть под трансляцией, которые вы можете пройти и получить бонусы от нашего партнера париматч. Кликайте, используйте. Ну и, конечно же, хочется в это затишье передать огромный респект партнеру, еще одному спонсору этой трансляции, этого турнира. Монстр Энерджи. Заряд водоросли сейчас нужен двум командам, потому что пока все опять утихло. Подкоп от МСС-а внезапно. На Слардера под Фростшилдом уставится арена. Стоит ли вот так-то Слардер нападать? Большой вопрос. И Кинг просто отъедет сейчас. И там же Бивер остается. Тоже погибает. Попроще-то Никола не могли выбрать. Слардера под Фростшилдом, это, конечно... А там еще герои поставляются. Энерджи тоже подловили. Тоже умрет. Ну вот ждали Бей, когда соперник на это забайтится. На вот эту вот атаку в их пятерых. Ну вот, забайтили. Теперь на Рошана смело. Вперед. Правда, время воскрешения героев довольно маленькое сейчас. И Дайр чисто теоретически могут попробовать успеть. Но они, скорее всего, не будут, кстати. Зеркальная ситуация в предыдущей карте. Рейдинды снова делают какой-то маневр, забирают Рошана. Дайр не реагирует. А гони им готовы слардера. Тоже очень хотят в быструю игру сыграть. Я на прошлое тебе говорил, что на таймере 30 минут висят. Вот за 30 не закончили, проиграли. За 80. Ну, Радианс очень скоро. Радианс при этом сильно ситуацию пока менять не будет. Потому что Рискинг будет таким же уязвимым практически. Да, он способен будет кого-то там пожечь. Но продолжительной драки я бы не сказал, что он слишком опасен. Его по-прежнему убьют там за улицу Слардара. Так что нужно что-то еще. Темплар Ассасин тоже без БКБ, здесь не жилец. А, Квин сейчас подставится. Квин его убьют сейчас. Арена, Квин, шансы. ТП? Серьезно? Серьезно? Вы серьезно сейчас? Вот такое ТП работает, значит, да? Я смотрел на эту стрелу. Он давал на ход, получается? Я не знаю, куда он ее давал. В лузера, по-моему, стрела была сейчас. Стрела в лузера. Парни, садимся на мою стрелу, поехали в лузера. Полетели. Атака пошла на МСС, МСС выкапывается, отходить. Квин, Квин, давай, дубль-два, прот ТПшка, КД. Сейчас подвышка будут... Просто не дают, да, смотри, сейчас будут убивать. Реально, там делает ТП. Опа, спрятались. Лужу. Лужа мощная. Копье не пригвоздило, но все равно убьют. Где сноубол? Сноубол хороший. МСС, и можно убить. Хватит ли дэмэджа? Хватит на одного. Слардер бьет, Слардер бьет. ТПарку лишает жизни. Не пробить Слардера под лужей. Не пробить. А Реских принес Радианс, а толку? Ла-два пока, кстати, неплохо. Лужа, лужа, как же она сейвит? Лужа прям слишком большие бафы дает. Ему не пробили, даже раскастовав Эпицентр. Круто. Чен Хилл дал. ТПарке этого не хватило. Он там, по-моему, сильно зарешал Весел. Да, был Весел инвокер. Было тяжело. Но все равно, конечно, непросто команде какой-нибудь игры отбиваться. И ТПарка, ну, 20-я минута, у нее до сих пор нет Блинк Даггера, ни один Дизоли ПТ. Снизу атака на Муза, возможно, будет. Отбегает как-то Бивер. Телепорт, Муз. Хорошо. Там еще будет, в принципе, один или... Или не будет. Там сгорит. Сгорел. Так, 20-й надо руны собрать. По две пойти должно быть. Вижу никаких проблем собрать для руны. И той, и другой команде. Играют они в разных участках карты. Там, где играют, там и собирают. Ну что, фармить дальше. БКБ я варпланирую. Темпларки тут тоже надо где-то фарм свой находить. Но Квин как-то вообще, конечно, немножечко вот не... Не выиграют игру в соло немножечко, да? Я бы хотел сказать, какая-то такая... Не самая хорошая может быть игра... Ой, тут как-то все мимо. Опять летит есть Торнадо, Сноупол. Ну там Айс Волл стоит. Холд Снэп, Бессл. Это надо продавать бивера. Инсекрю, без варианта. Надо фармить. Я вар еще не готов сражаться. Тут нужен блокивкбар. Вот Кираса он вроде обозначил. А, там ранний гем. Посмотри, Сент Кинг. Оп. Там ранний гем куплен. У Марса он есть, а купил его Фир. Для команды своей. У ранний гем, это круто. Там блокивкар. Давление. Просто осаждать. Понимают, что сильнее сейчас в драке. Чуть одного саппорта находят. Книгу Рейс Кинг забирает себе. 15-й хочет. Но у него через одного крипа 15-й был уже. Ну сплитпуш надо, сплитпуш. Да, это понимают. Сейчас ребят с Клин Секрю драться очень тяжело. 5 на 5. Надо ждать ультимейт Сенгигаса. Сенгиг ультимейт появился. Кстати, 12-й для себя. Второй-второй эпицентр. Сейчас будет урона побольше. По идее. Вышку отдают пока по миду. Блинк Слардер появляется. Юл Инвокер. Опять будут перехватывать Стэмпларк. Вообще не дают играть. И успевает. Блинк аут. А там Инвокер. Но нет, нет шансов. Спрятался, драться. Ну там колдснеп висит под весел. Арена еще ставится на всякий. Но Квинну ловит раз за разом на этой наглости. На этом сплитпуш очень агрессивном. Опять подставляется. Мог ли он играть аккуратнее? Наверное мог. Но вышку, кстати, забрал, да, получается? Или Денай был, вышка была. А, Явар. Ну там эти скелетоны, скорее всего, Тавар добили. Миран уже имеет Слардер. Тяжелая игра для Квинсикри будет. Тяжелая. Они что, не предвещало на стадии драфта? Да. Мы так единогласно согласились с тем, что... Критически посмотрели на этого Слардара. Ну, Квинсикри сказали, что получше у них. Ну, бей. Провал-то, конечно, был в линиях. Именно между оффлейнерами, да? Ну, Эмиран не убили, да? Сноу было любит. Попадают. Второй раз они, кстати, это уже делают. Сейчас всем остальным бы уйти. Не сам удачные шарды. Торнадо летит точно в Таска. Свиджи вообще АВК встал. Он понял, что тут... От рыбы не сбежать. Не уйти все равно, я не в АМВК. А, МФК. АМСС опять спидпошит. Немножко... Одну пачку там. Не добил даже. Просто ушел. Просто крипов подамажил. Они дальше, дальше, дальше пошли. Ловят здесь Явар и Явар. Так, в ответ Квин прыгает. Ой, айоу. Допить надо один удар. Один удар. Синистр гейс. Рейс Кинг, отожечь рейтингом, стандать что-нибудь. Пласт. Как же Найн играет? Найн, колл снэп. Он не может. Удар, топ ларк убила. Инвокер. Инвокер сгорает. Рейс Кинг первую жизнь потерял. Ну, а как дальше траться против Слардера? МСС подойти не может, он хил. Все подрадит. Слодаса всех сейчас порвет. А, и Рейс Кинг не вышла, там арена стоит. Ну, Явар, там три кора уже погибло. Получается, три кора на коры спорта. Ну, и Слардар не отпустит, он еще двоих убьет. Одного точно? Одного точно. Ну, как же плохо-то. Пларка прыгнула, вроде инвокер легкий фраг, но вот из последнего удара просто еул, инвокер много времени выиграл. Пока инвокер не умирал, Слардар всех избивал. Но эти лужи, сквозь которых не пройти, против которых не подраться, ну, конечно, на Слардере пока отрабатывают на 100%. Под него и команда классно играет, все время помогает. Там сейчас Владмир еще появится. И там и Солар есть, да, ну попробуй забери. Тут, я не знаю, чуть ли не все нужно в этого мув кидывать, чтобы его уничтожить, пока у него нет БКБ. Ну, реально все просто. Танер из Кинга, там Сноуболы, Балрос Панчи, Пенитанс, удары Темпларки. И летят, летят Квинс и Крюп 5000 уже, 25-ая минута. Ситуация с каждым раз становится все более и более тяжелой. Квин 2-6-3, я давно не видел от него такой Темпларки. Сигнатурнейший персонаж. И, казалось бы, линия против Инвокер, да, и вот так вот 0-2-0 отстоял. Где-то его там загангали, где-то сам неловко отыграл. Драки не получается. Дабл дэмэдж. Ой-ой-ой, Найн. За Слардера, за секьюрит эту урону сейчас. Слардер забирает. Да и можно опять драться. 16-ый левел, фантастика. Он сейчас полетит просто на всех парах. Смог какой-то непонятный. Пока нет у Квинна БКБ, пока нет БКБ у ВК, это все не работает. Смог на смог, спалили. Обходят. Трэп оставляет Санкинг здесь под фокусом. Может оказаться Инвокер колдснэп, Таск не знает пути там. Копье! Нашли Санкинга! Да ладно! Ну как же он так поставился? Если дальше, конечно же, ставится Арена, Чен погибает, без шансов до Таска выжить, минус 3 просто легчайший. Причем дайры в этой ситуации были готовы к этой атаке. Они увидели, они развеяли этот смог и все равно подставились. Как Санкинг погиб, я даже не знаю. Он просто стоял в этих кустах, получил копье из невидимости. Очень тяжело. Раз за разом душат Би, просто душат им. Осталось как-то вот еще до Кор Героев добраться и все-таки зайти на хайграунд тоже надо. Спидпушит Квинн. У них с Рейс Кингом примерно одинаковая ситуация по покупке Блэкинг Бара. Телепорты вниз на Му. Точно. Свиджи сюда пришел нагло. Еще телепорты. А мне бьют его втроем. Слушай, а там, конечно, можно сейчас поймать на том, что это на перетяжках были. Так, че, НТП, что надо забирать. Сноубол. Успеет ли Лич, Лич помочь, 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 помочь. Кинуть раскасты. Му! Нет. Хорошая атака от Пинца Крема. В таком случае можно эфиры ловить. Главной боевой единицы нет. Все остальные не так опасны. Эфир просто улетает. Эфир касавчик, да. Хороший ТП. Ну, выиграли для себя целую минуту. Дайер сейчас. Для того, чтобы что-то сделать. 542 голды. Очень важные 542 голды и для Явара. Лишние полтыщи упало просто с этого убийства. И к следующей драке Явар будет. Готов Блокинг Бар у него. Рошан. Рошан не появляется. Вот с таймингом не повезло тоже, да? Угу. Сработает таймер вот поменьше, чем 3 минуты. И, конечно, сейчас по Рошана забрали. Без Лардера Рейдинта, очевидно, мы не пошли. Но заберут вышку по центру, окей. 26 секунд еще есть разгуляться. Занять территорию какую-то, пофармить, выбить шмотки с леса. БКБ у Явара готово. Квинн БКБ еще тысячу с небольшим. Ну, Роскинк. Но БКБ это тоже не решение всех проблем, очевидно. То есть драться он будет. Урон он носит свой будет. Но команду нешься так же быстро умирает. Просто чуть поменьше будет в контроле. Точно ли вот так на Найнах? Точно ли хотят на Найнах? Хотя Тарена ставится и убьют линия. Там краш, там у влетел. Есть иолл хилл. Они все в арене. Они все умрут просто. Чен погиб. Найн тоже минус. МСС пока ЛОХП на погибает. Я уже с БКБ там дерется. Квинн живой. Не застанили Бивера. Они разменялись 2 в 1. Явар, Явар. Будут преследовать. А сейчас там третий ультимейт уже. Трэпа взрывается. Му сбивается. Блинк. Му ускоряется. Еще одну трэпу можно взорвать. Нет, ушли. Неужели ушли? Вот это, конечно, врыв от команды Квинн Секрю. Я испугался за них. Они все в арену залезли. Как Темпларка без БКБ выжила в этой арене, я не знаю. Я просто не знаю. Он так постоял с краешков. Хоп. О, блик открутился. Блик аут. Походим. С гемом, конечно, очень просто. Дивардис, а трэпы видны. И Рошан. И Рошан ведь появится. Из-за него, судя по всему, придется дайр драться в очередной раз. У Темпларки БКБ не будет. Это страшно. Слард отрезан. Он сам врывается в таска. Лужа. Сноубол. Копье за то, что копье не было использовано. Ой, Квинн. Неужели по Павердму еще разочек? Да ладно. Да ладно. Му уходит из арены. Просто улетает. Убегает. Эпицентр не самый удачный. Бракса фокусить. С гемом, там тормады, ЕМП. Я варить БКБ. Нажимает БКБ по Браксу. Работа выполняется. Через секунду еще один стан. Вкинуть стан. Дотягивается станчиком. Рейденцем дожечь. Удар. Минус. Дальше потоп. Чемирана подставляется. Есть лип. Уйдем. Сеточка. Трэп взорвать. Трэп. Шарды. Ой, не цепляют ни к того, ни другого. Но минус Марс. Есть байбэк, конечно. Выкуп. У Квина нет маны. И у Квина нет БКБ до сих пор. Ему не хватает. Доформить БРС Кингу тоже надо БКБ ждать. 40 секунд еще кулдаун очень большой. И Рейденцем прямо сейчас нужно идти. Ловить темпларку в центре. Клод снэп. Какое ТП? Ты что? Или что он нажимал там? Я не знаю. Спасти. Засейвить не получается. Минус Квинг. Квина ошибается. Уже не в первый раз такая ситуация, что он соло погибает. Нельзя, по идее. Нельзя выкупаться. БКБ точно не будет. Да, и Рошана отдать надо. Придется отдавать Рошана, да. Они сейчас друг за другом будут подставляться. С ВИДЖИ еще тоже уйти не может. На ровном месте просто. Квин Секрю. Квин как будто флешбеки ловит на инвокере. И видят Явара. Явара сейчас перехватят. Смотри. Он грамотно играет. Явар грамотно. Он супер грамотно играет. Эту карту Явар отрабатывает на 100% сейчас. Рошана кликают. 40 секунд подождать. Темпларки. Ну, Рейденц, естественно, 40 секунд убьют. Там сейчас после убитого Рошана, помимо того, что уму будет Аегис, он еще и Кировскую. Я вообще не знаю, как они его будут убивать. 8-1-14. Импакт от LastPick Slarder невероятный. А было все неплохо. Они реально могли добить БКБ на темпларке подождать. Дождаться Явара БКБ КД и подраться на Рошане еще раз. И были шансы. Сейчас ситуация осложняется на чуть ли не в два раза. Талант на 20-м. 30% к бомберизму берет еще и Слардер. Какой же он будет жесткий. Там Пларка покупает. БКБ что-то продал, что ли, Квин? Нет, вроде просто упал и как-то. 20-й уровень. Мелт развеивает отрицательные эффекты. Такой интересный талант берет Квин. Да, зачастую берут именно левый на 20-м. А какие эффекты он хочет? А, Корозик Хейс. Понимаю. Корозик Хейс сбрасывается. До таланта на 25-м уровне. До которого осталось 5 левелов всего. Аванпост, так понимаю, не был под контролем. На 30-й дам. Да, только силу света забрали по 550 опыта. По левелам, конечно, это даст определенный буст. А они уже по опыту выигрывают 10 тысяч. А Пентворс почти 7 с половиной уже. А было 2. До этих смертей Ирошана. И снова бегут Рейдин, ты еще драку. Чумной мул. Ой, Явара могут перехватить. Явар на фарм вышел. Его, конечно, байтит сейчас команда. А наряду... Там Темпларка далеко. Темпларка далеко. И надо лететь сейчас. Надо как-то его спасать. Первый раз он даже до сих пор не погиб. Эпицентр, МСС. Просто в молоко. Не, МСС сейчас за это еще умрет. Сейчас вторым темпом пойдут. Надо уходить. Надо давать Тер-2. Прыгает Слардер. В наглую. Стой, ловит стан. Там, конечно, сноубол. Арена ставится. Слардер в первую жизнь может потерять. У него Анигис. Еще Фрошилд. Они не могут его убить. Это просто невозможно. Суппорты будут быстро умирать. Инвокер Ю. Стан тоже от Рейс Кинга. Надо убегать. Квин лоу хп. Квин блин каут. Нажимает. Успевает. Как они все живут? Ну, Чен. Ну, нет. Спорты умирают. Спорты не живут. Рейс Кинг не потратил реинкарнацию. Но два БКБ было использовано. Команда Дайер. Ну, не получается убить Слардер даже один раз. Ну, просто не получается. Он еще без Керасы в этой драке был. Фрошилд от Фира и сейвит невероятно. Почему выбирают цель, которая мало того, что неубиваемая, так еще и Саегиса? Ну, то есть, если он появится, он вас всех там порубит. Они пытались на инвокера. Но Пларка на инвокера нападала. Просто инвокер, юл и все. Этот юл нечем сдиспелить. Так нет, изначально ты не на инвокера. Юл-то был из-под ВК. Но это Пларка бил, инвокер ло хп оставалось. А Рейс Кинг не мог драться с другими, потому что его зажал Слардер. Он же прыгнул прям. И что делает Бивер? Бивер. Чуть копье мне пригвозили. Ну что, минус нижняя линия? Рейс Кинга нет. Рейс Кинг. Прилетит, нет? На защиту Бараков. Вон Дивардит. Ну то есть, пока нет Аегиса, видимо. Они не хотят сражаться. Вернее, пока он есть у соперника. А далее нижняя линия, да, это был колд сознательный. Отдаем. Рейс Кинг говорит, я пофармлю на Кирасу тоже у соперника. Есть Кираса, у меня тоже должна быть. Ну, в принципе, правильно, наверное, Явар. Ну, а что могло быть? Они могли вступить в эту битву сейчас. Они могли еще раз подраться. Если бы они за Бараки потрались неудачно, то это было бы ГГ уже. Там бы уже Рейденты прошлись по всем линиям. Они бы все трон снесли сразу. Решили выиграть себе немножко времени. Попробовать игру стянуть. Да, действительно, Аегис, который есть, стоит переждать. Определенно. Может быть, впоследствии получится все-таки пробить Муразок. И там драка уже по-другому будет складываться. Ну, не знаю, 27 армора. Вампиризм. ХП-реген. В луже у меня, по-моему, 55, что ли. Весел, я так понимаю, не покупает с командой Дайера. Но это, кстати, может быть ошибкой. Там лайфстил у Сландера, плюс ХП-реген бешеный в луже. Весел против всего этого работает круто. Как и с Кадди, кстати. Но с Кадди понятно, никто покупать не будет. Таск такой бедный, что он просто не купит себе этот артефакт. Транквилы за полчаса. Ну, слушай, может быть, Син Кингу вместо Соллора стоило весело Весел купить. Может быть. Потому что реально, ну как вот в тучке пробить? У него он регенится больше, чем они его пробивают. Бесполезно вообще. Верхняя линия подалакрить еще. Чемачечий ему, конечно, реперкид. Рейс Кинг заходит. Кирасу приобрел. ДМП. Ну, 22-й, в принципе, Рейс Кинг. Там, то, что останется без мана, это не так, наверное, страшно. Единственное, что Стану все-таки хочется покидать. Покусить какую-то цель. Уходит. А 35-ю сейчас постарается захватить баунти руны. Да, вот так вот наглую. Рейс Кинг идет вперед. Его бафают на Солор. Слардер ныряет. Маекис закончился. Они именно из-за этого вышли с базы. Так, ну из-за этого надо тогда как-то подраться, нет? Они сейчас все баунти отдадут. Четыре баунти будут с командой Радиант. Ох, какая непростая ситуация, друзья, для Квинс и Крю. Прямо сейчас есть небольшой перерывчик, чтобы посмотреть коэффициенты. Или нет, пока нет. Не можем посмотреть. Закрыты, закрыты котировки, друзья. Ну ладно, подождем. Как появится, посмотрим. Сколько дают на камбэк команды Квинс и Крю. Я просто вспоминаю цифру 7,5. На то, что Бея выиграет этот матч. Там на карту 3 плюс было. На карту было 3 плюс. А сейчас уже, скорее всего, ровно наоборот. На эту карту. Как же СК вообще не зашел в игру. Меня ожидал я. Четвертый с конца, он до сих пор там Мирана, которая с Мьолнером, если что, бегает. То есть она ДПС сейчас выдаст. Не меньше, чем Templar Assassin какая-нибудь. Может чуть-чуть поменьше. БКБ купит, и Мус просто будет еще одним кэрри. Да, дополнительным. Ну, Рискинга, Templar'ке просто не хватит в такой ситуации. А третьего героя нет. Ну, там 3 саппорта получается. Ну да, вот СК как у него не пошла, МСС игрался с верхней линией. Он проиграл там Салат Марс. Вот так он там не камбэкнул. Копы неудачный, ГМП. Рискинг. Нормальный телепорт. ВСОЛ такой. 56,6 хаппоригина в секунду. Ну, в смысле? Киин стоит, и что мне делать? И подалакрить, и под... Под фростшилдом. Имба. БКБ, Ослардер. Ооо, все. Ну, он 1х5 разнесет, мне кажется. Реально 1х5. Ну, они вообще урон не нанесут. Они смогут пробить. В команде Квинти Крю на самом деле надо прекращать эту идею вот с убийством Слардера. Надо обратить внимание на то, что стоит со спины. Попробовать завкусить Марса, может быть, первым напасть. Лича, Инвокера, Мирану. Кого-нибудь из них попробовать вырезать. Если Слардер останется один, то с ним, конечно, попробуют справиться. Будет легче, чем справляться с Слардером, когда его бафает вся команда. Рошан. 20 секунд, и мы узнаем, когда он появится. Идея тоже должен доставаться Биэй. С одного мува начался провал к Квинти Крю. Когда они хорошо подрались, когда они отступили, им не хватило БКБ на Темплу Рассасин, а потом они просто пачкой полегли. Сейчас линия будет падать. Нет, тут надо драться. Прямо сейчас идти и драться, потому что без двух сторон невозможно это выиграть. Если уж защищаться, то сейчас Глиф нажимать. Неужели не нажмут? Это Ларко бьет. Как же им плевать. Подкоп от Синькинга нормально, есть ИМП. Чему не с... Ха-ха-ха! Темпларка два удара! Я просто убила! У меня без байбека, он ни БКБ, ничего нажать не успел. Такая жесть. Таска тоже уничтожила. Да, надо соглашаться, наверное. Яварыч подерется какое-то время, рекоменацию потерял. Жесть, какие-то красавчики Биэй. Вот он, эпицентр, наконец-то, пытается с саппортов. Тут хотя бы с инвокером развалить. Не получается вообще даже близко. Явар уже одну жизнь потерял. Там умрет. Я посмотрел на Темпларку, там два удара просто бах-бах. И вынесло всю Темпларку. Все, дефинция нет. Опять Фир, да, на ластпике? Да, Фир на ластпике. Гений. Гений. Сладдер. Лучший персонаж в итоге. Этой карты точно, ему на нем здорово отыграл. ГГ 1 на 1, друзья. Фантастика. Вот это да. Вот это поворот. Вот это интрига с первой серии. Плей-офф. Фир подключился. Можно, конечно, говорить о том, что Фир подключился. Но реально, последний там ластпик от него с Лардера, мы его не ожидали. Мы даже его где-то в какой-то момент осудили. Но мы не поверили его силу в то, что он справится. Но по итогу этот герой очень зашел. Но я бы, знаешь, еще сказал. Вот мои наблюдения по этим двум картам. Мне кажется, Квин немножко выключился, а включился Явар. Они поменялись ролями. Теперь Явар пытается тащить эту тампларка. Всячески усложняет ему жизнь. В этой карте так и было. 2-8-6. Эти Квин, его прыжки непонятные. Фит в центре. То, что он не смог с инвокером отстоять. Я думаю, что это одна из самых худших игр в России СиНС за его карьеру на тампларке. Ну и, наверное, худшее вообще на этом турнире. Даже в картах, в которых он проигрывал. Но там хотя бы матчапы были чудовищно сложные. По типу Манки Кинг против Вайпера. Там как-то не постоишь по-человечески. А здесь матчап положительный для темплара Ассасин. Но не зашло. Да, друзья, вот такая вот у нас вторая карта. Молодцы, опять-таки, Биэй. Потрясающе сыгранная карта. Отличная реализация своего пика. Остается нам только прерваться и вернуться на третью группу. Осмотрим, что будет там. Не уходим никуда, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.